Добрый вечер! Обсудим с нашим гостем. Он вот-вот появится в студии и сделает интересное предложение. Меня зовут Оксана Иваева. Сегодня нарядная пятница. И вот чем еще постараемся увлечь вас прямо сейчас. Жозефина, снежная королева, Гулливер. Их объединил райский сад. Хорошо там, где мы есть. Как удержать молодых и образованных. Интересное предложение от нашего эксперта. Дороги счет любят. Депутаты увидели, на что расходуются бюджетные деньги. Стоп-игра, ставок больше нет. В этот раз в проигрыше оказалось казино. Своё всегда вкуснее, а зачастую еще и дешевле. Гипермаркеты делают ставку на пермское. Никто не хотел уступать. Ночью в Перми джип и автобус врезались в старинный дом. Ужасно не люблю, когда разговор начинается с дурных новостей. Но и делать вид, будто все нормально, по меньшей мере, как-то странно. Очередной ужас на наших дорогах. Прямо в центре Перми. Больше всего, конечно, жалко родных погибшего. Сегодня в Перми в результате ДТП погиб водитель автобуса. Авария произошла около двух часов ночи на перекрестке Попова-Монастырской с участием легкового автомобиля «Тойота Хайлендер» и автобуса «Пас». Известно, что джип ехал на запрещающий сигнал светофора. При столкновении оба транспортных средства врезались в здание. За рулем «Хайлендера» был 18-летний молодой человек, который недавно получил водительское удостоверение. Также в машине с ним находились еще двое. 98-го года рождения. По данным госавтоинспекции, алкоголя в крови водителей найдено не было. Также известно, что молодой человек владельцем «Хайлендера» не является. В настоящее время по этому делу проходит расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В результате столкновения водитель автобуса в утренние часы скончался. Информация пришла с лечебного учреждения. И водитель автомобиля «Тойоты Хайлендер» и два его пассажира получили травмы различной степени тяжести. В настоящий момент они доставлены в лечебное учреждение. Еще раз хотел бы отметить, что нарушение правил проезда перекрестков является наиболее тяжелым административным правонарушением. Поэтому водителям я бы еще раз рекомендовал при проезде перекрестков внимательно контролировать сигнал светофора и смотреть на непосредственно прилегающие автодороги, двигается ли там другой транспортный поток. Импортные товары – дело, конечно, хорошее. Но в пермских гипермаркетах должны быть и местные продукты. Скандинавские креветки или испанский хамон – это прекрасно. Но картошку я предпочла бы, например, бордымскую. А помидоры – до сих пор, с детства, помню вкус прям-таки бордовых плодов сорта «Бычье сердце» или маленькие аккуратные дамские пальчики с бабушкиного огорода. А мне почему-то предлагают помидоры из Турции. Но, кажется, в этом направлении что-то начинает меняться. С подачи краевых властей ритейлеры расширяют список пермских товаров на своих прилавках. Хорошо бы. Творец начинки всегда должен быть главнее дизайнера фантиков, считает Татьяна Козлова. Она просто обожает сладости. Пермские конфеты – самые любимые. Это же тот самый вкус детства. Он такой же пленительный. Мы, в общем-то, никогда не пользовались импортной продукцией, так скажем. Предпочитали всегда местную. Так что для нас это, в общем-то, нормально. Не только кондитерским производством славен пермский край. Прикамья на 100% обеспечена собственным картофелем и куриным яйцом. В линейке товаров также пермские овощи, хлеб, молочные продукции, мясо птица, рыба. Местные продукты теперь широко представлены в крупнейших гипермаркетах края, в том числе и в Ашан-Сити. Еще недавно эта рыба плавала в прикамских реках и озерах. А это капуста и огурчики росли на наших огородах. Уже сегодня 26 прикамских предприятий вошли в гипермаркет. Это более 700 наименований товаров. Чтобы выбор стал еще больше, правительство края договаривается с ритейлером о расширении ассортимента местных товаров. Такую задачу Министерство сельского хозяйства поставил губернатор края Виктор Басаргин на совещании в Кунгурском районе в начале июля. Сегодня сельхозпроизводители и руководство Ашана встретились лицом к лицу, чтобы обсудить будущие поставки. В хозяйстве Олега Ворончихина только за месяц перерабатывается около 180 тысяч тонн рыбы. Теперь он уверен, что его продукция будет на прилавках гипермаркета. Я думаю, что мы зайдем сейчас уже, я познакомился с директором. Что такое бизнес? Бизнес – это общение. Вот я пять минут пообщался, и я думаю, что наша продукция будет здесь на полках. А по поручению губернатора мы не только с Ашаном, но и с другими сетями должны прям целенаправленно наших производителей туда заводить. Потому что это и налоги, которые остаются на территории края, это и рабочие места, ну и, собственно, наш потребитель должен знать то производство, где, собственно, выпускаются продукты питания. Ритейл активно развивается. Тот же Ашан готовится к запуску следующего формата гипермаркетов Ашан Классик с ассортиментом уже в 45 тысяч наименований. А это новые рабочие места и полки для местных сельхозпроизводителей. Сейчас власти края совместно с руководством французской компании подбирают площадку для нового магазина и готовы оказать всю необходимую помощь для реализации амбициозного проекта. Руслан Пепеляев, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта». Совсем не обязательно ставить глобальные цели, даже скромные по масштабу задачи, если она по-настоящему значимо может приблизить к мечте. Краевое Министерство информационного развития и связи, думаю, придерживается именно такой стратегии, день за днем приближая результат. Какой? Сейчас узнаем. Счастливое событие – свадьба. Но вот после заключения брака паспорт надо сменить. Алена Вшивкова думала, затянется эта бумажная рутина надолго. Но придя в многофункциональный центр, сразу свое мнение изменила. Сделали все быстро. Вообще быстро очень все пришла, оплатила госпошлину сразу же здесь в терминале, сразу же меня вызвали и заполнил заявление, все, 5-10 минут. Новый центр в индустриальном районе открылся недавно. Он стал уже 33-м в Прикамье. Помимо замены паспорта, здесь можно получить информацию или справку любого образца в сфере жилищного учета, образования, опеки и попечительства и земельно-имущественных отношений. Сейчас более 400 видов услуг можно получить на площадке многофункционального центра. Основные популярности – это услуги Росреестра, это услуги Федеральной миграционной службы. Также в пилотном режиме в центральном многофункциональном центре мы приступили к выдаче и замене водительских удостоверений. Средняя пропускная способность центра – полторы тысячи человек в день. Максимальная – до трех тысяч. От посетителей уже нет отбоя. Еще бы! Один из самых крупных районов города. В индустриальном районе проживает более 200 тысяч человек. И, конечно, это один из крупнейших районов Перми. И появление такого многофункционального центра – это во многом решение проблем, в том числе жителей индустриального района. Для посетителей здесь работают 35 окон приема граждан. Есть электронная очередь, мультимедийные стенды. Максимальное время ожидания – 15 минут. А прием граждан ведется еще быстрее. Если никаких спорных вопросов нет, ничего такого не возникает, то 5-10 минут. На выдаче конкретно. Если же, соответственно, это оформление сделки, то, возможно, что если, тем более, еще много участников сделки, здесь уже, конечно, времени будет занимать подольше. Здесь созданы все условия для удобства и комфорта посетителей. Даже есть специальный детский уголок. И пока родители оформляют документы, дети могут подождать здесь, порисовать и поиграть с алфавитом. На сегодняшний день в Прикамье открыто 33 филиала и 23 территориальных подразделений МФЦ. До конца 2015 года этот список еще пополнится. Андрей Голдарев, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Если юноша безумно влюблен и мечтает жениться, азартом тут и не пахнет. А вот если девушка строга, а юноша поспорил с приятелем, что может ее добиться, то все превращается в игру. И сильные чувства вызывают уже не девушка, а перспектива выиграть пари. Я к тому, что азарт, он ведь разный. Главное, чтобы он не стал болезнью. Ведь всегда найдутся те, кто постарается на нем нажиться. Иначе не было бы в Перми столько всевозможных лотерей и подпольных казино. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями устроили облаву на очередной подпольный игорный клуб. Заведение располагалось по адресу Ленина, 76. Всего подобных клубов в городе более 30. Официально считается, что они продают ценные бумаги. На деле внутри игровые автоматы, оборудованные купюроприемниками. В игорном учреждении на момент рейда находились пара охранников и два сотрудника, которые наотрез отказались общаться, увидев журналистов. Правоохранители изъяли перечень документов. Среди прочих бумага, составленная на манер официального генерального соглашения с участниками рынка ценных бумаг. И ряд иных, например, ОГРН, публичная оферта и так далее. Обнаружили полицейские и игровые автоматы. По оценке специалистов, такие были распространены лет пять назад. Под стикерами одного учреждения скрывались стикеры другого, закрытого в Перми ранее. В ходе облавы оборудование изъяли, в дальнейшем оно будет отправлено на экспертизу. В случае, если его признают игровым, сотрудникам, а также организаторам, грозит уголовная ответственность. Улицу Горького, которую ремонтируют, как мне кажется, уже очень давно, должны сдать в эксплуатацию этой осенью. Я живу рядом и жду этого с нетерпением. А вот у жителей Паркового счастье уже случилось. Работы по ремонту их главного проспекта практически завершены. С инспекции на оба этих объекта отправились сегодня пермские депутаты. Ведь именно они голосуют за выделение денег на дорожное строительство. Кому, как не им, оценивать результат. Сегодня в рамках выездного совещания депутаты городской думы осмотрели и обсудили два крупных транспортных объекта нашего города. Первым на повестке дня – ход работ на улице Максима Горького. У нас контракт заканчивается по договору 1 ноября. До 1 сентября мы на всем протяжении участка откроем полностью движение, в том числе трамвая запуск. Основная часть работ уже близится к завершению. Новшество на этом участке дороги станет ливневая канализация, которой здесь ранее не было. Несмотря на то, что погода этим летом совсем не на руку строителям. Как говорит подрядчик, работы идут с опережением. В целом на ремонт улицы Горького от Малышева до Монастырской было направлено более 237 миллионов рублей из краевого и городского бюджетов. Это у нас не капитальный ремонт был, это тепущий ремонт. Борт не входил в сметную стоимость. У нас карманы остались. Да, остались карманы. Вот сегодня нам погода позволяет. Вот уже переговорили с подрядчиком. До упора, до утра максимально-максимально все пересечки, вот эти вот вещи к подъездным карманам сегодня будут делать. Вторая остановка – микрорайон Парковый. Здесь ремонт проспекта провели от улицы Зои Космодемьянской до Куфонина. Выделению средств способствовала Временная депутатская комиссия Городской думы. На сегодня все основные работы произведены. Подрядчик также идет впереди графика. Как говорит депутат Владимир Плотников, городская комиссия работает не зря. Мы создали вот эту комиссию совместно с администрацией. Мы уже видим сейчас результаты. По крайней мере, мы видим, что уже к концу июля, к начале августа уже практически все дороги завершены. Ну, я имею в виду, есть часть дорог, когда раньше это все происходило, там в ноябре, когда уже выпадал снег, там клали асфальт. Сейчас мы этого не видим. Мы видим, что вовремя разыграны конкурсы. Это огромное спасибо администрации и всей команде. Поэтому я думаю, что комиссия работает не зря. Как говорят сами жители микрорайона, этим летом Парковый преображается, можно сказать, с каждым днем. Мы живем на Парковом очень давно, нам здесь очень нравится. И вот у нас очень были плохие дороги, недавно все хорошо сделали. Очень классно стало кататься на коляске, на велосипедах и просто гулять. Нам очень все нравится. В рамках выездной комиссии обсудили не только дорожные темы, но и вопросы благоустройства. Например, на этом пустыре, что во дворе домов на Парковом 3,5. Вскоре появится новый сквер. Как считают участники выездной комиссии, у жителей должен быть свой уютный уголок для отдыха. Татьяна Александрова, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Спасибо, в кавычках, хочется сказать тому, кто придумал фразу «пора валить». Она сегодня моднее, сильнее любых призывов остаться в родном крае, городе, стране. Нужное, как говорится, подчеркнуть. Ленивые, равнодушные, прагматичные. Они хотят лишь потреблять и развлекаться. Примерно такое мнение о молодых людях бытует в нашем обществе. Но как только где-то начинают обсуждать кадровые проблемы, молодые специалисты вдруг становятся на вес золота. Может, пора определиться, кто нам нужен и как удержать молодежь? Всю неделю Станислав Уланов посвятил этой теме, и вот его предложение. Средневековая поговорка утверждала – все дороги ведут в Рим. Позже центром сосредоточения транспортных путей стала Москва. Но как бы то ни было, по официальной статистике, пермики все чаще, отправляясь в другие регионы, берут билет только в одну сторону. В центральных регионах больше возможностей. Больше компаний, которые выходят на рынок труда. Но тоже Москва, Санкт-Петербург. Очень много представительств иностранных компаний. Производство средств тащивается. Вот тот же IT, например. Сектор в Нижнем Новгороде много таких компаний. То есть именно за профессиональным и карьерным ростом. Второе – это, конечно, уровень заработной платы, уровень дохода, возможность зарабатывать. Ольга Попова рассказывает. Чаще всего Пермский край меняют на российские столицы. Москву и Санкт-Петербург. Охотно переезжают в соседнюю Свердловскую область или гораздо более теплый Краснодарский край. Ответ на вопрос «почему» кажется очевиден. Я художник. Я закончила нашу академию и в Питер. Там для творческих людей больше, мне кажется, возможностей. Возможности для самореализации, по мнению Пермяков, приближают исполнение мечты. Например, о собственных квадратных метрах. Впрочем, условия приобретения жилья почти везде одинаковы, говорят эксперты. Главное – уровень дохода, который позволит потянуть ипотечное бремя. А если повезет, работодатель поможет субсидией. Правда, распространенной такую практику в нашем регионе пока не назовешь. Обеспечить жильем человека можно только сильное предприятие. Они могут предоставить только возможность встать в очередь за жилье для нового специалиста. И это уже мотивация для новых специалистов. То есть встать в очередь на жилье, что он когда-нибудь, может быть, получит возможность по субсидированным условиям получить ипотеку. Тем, кто особенно нуждается с разной степенью эффективности, помогает государство. С покупкой жилья в Пермском крае помогают молодым педагогам. Военнослужащие могут приобрести квартиру на льготных условиях, вступив в программу накопительной ипотечной системы. Отстояв в очереди, на компенсацию части стоимости могут надеяться и молодые семьи. В советское же время жилищный вопрос, ставший острым после установления курса на индустриализацию, решали в том числе за счет ведомственного и служебного жилья, которым поощряли за ответственное отношение к труду и не только. В результате на карту Перми попали дома с собственными именами. Дом грузчика, профессорский дом или дом горсовета. 1932 год, когда Пермь была еще деревянной, здесь, на Большевистской 51, появилась первая пермская многоэтажка. Да, в то время пять этажей для Перми было уже много. Жить в так называемом доме горсовета, оно и понятно, могли только самые достойные. Служебное жилье сегодня все больше роскошь. По словам специалистов, рынок труда сегодня все меньше рынок сотрудника, скорее работодателя. Но на предоставление жилья от работы все-таки могут рассчитывать не только сотрудники силовых ведомств и некоторые бюджетники. Вот, например, токарем-карусельщиком тоже иногда везет. В таких редких специалистах работодатели до сих пор заинтересованы, их мало. И эти специалисты, как вы понимаете, большей частью проблемные. Поэтому, если найти непьющего токаря-карусельщика, то ему будет предоставлено практически все. И предприятия оставляют льготы для таких востребованных специальностей. Вообще, на большинстве производственных предприятий все-таки остаются какие-то возможности предоставления служебного жилья или общежития. И всегда утверждается список вакансий, которые заполняются с предоставлением вот этих льгот. На компенсацию части арендной платы обычно в размере 50-70% могут рассчитывать некоторые специалисты и, конечно, топ-менеджеры. Речь, к слову, о тех, кто переезжает из других городов. В качестве меры поощрения для местных сотрудников эта мера в Прикамье используется нечасто. Специалисты сходятся в одном. Молодежь останется в регионе, если будет видеть здесь перспективу. Как на краевом уровне, так и в масштабах собственного работодателя. В противном случае молодые специалисты всегда помнят. Перед ними открыты все дороги. Станислав Луанов, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Крупные корпорации давно поняли, что в молодых специалистах их будущее. Они не ждут помощи от государства, а сами изобретают инструменты, чтобы привлечь способную молодежь и удержать ее на своих предприятиях. И от этого хорошо всем. И молодым, и корпорациям. 50 на 50. Карьера, то бишь возможность развития и материальные составляющие. Они в равной степени привлекательны. Сейчас даже трудно сделать выбор по всем нашим предприятиям, что предпочтительнее. Заработная плата и социальный пакет или возможность карьерного развития. У нынешнего поколения примерно одинаково. У нас, допустим, на предприятии «Лукоил Пермь» и в «Лукоил Пермь» нехтепродукте 26% численности работников – это молодые. На ПНОСе порядка 20%, а в НИПИ даже 35% – это молодежь. А учитывая то, что молодое поколение более требовательное, более амбициозное, то и работать с ними нужно в соответствии с этими критериями. Уже несколько лет мы проводим программу профориентации, начиная со школы, заканчивая высшими учебными заведениями. Тем самым мы начинаем приучать к созданию инженерных кадров еще со школьной скамьи. Ну, а для того, чтобы уже окончательно привлечь молодых людей к нам на предприятие группы «Лукоил» в Пермском крае, мы используем систему льгот. Во-первых, в коллективных договорах есть целые разделы, посвященные работе с молодежью. Во-вторых, есть всегда карьерная кривая, индивидуальный план развития молодых специалистов, позволяющих им достигнуть профессиональных или командных высот. С моей точки зрения, не только можно, но и нужно. То есть сотрудничество с учебными заведениями и средними и высшими позволяет создать подобного рода систему. А включение в коллективные договора ряда социальных льгот тоже дает материальную составляющую. Ну и возможности, которые имеют ребята в плане развития и построения, как профессионального карьерного роста, так и управленческого, поможет предоставить, ну, наверное, практически любое предприятие, если у него есть такие маломальские возможности. Я в Перми родилась, здесь живу и здесь планирую жить дальше. И я хочу, чтобы моя жизнь здесь становилась только лучше. Чтобы молодые, креативные давали жизнь моему родному краю, как бы пафосно это ни звучало. А как мать, я хочу, чтобы мой сын жил рядом со мной, чтобы я видела его чаще и знала о его жизни ни по фотографиям, ни по скайпу. Сегодня у нас в гостях человек, который по роду своей деятельности, как ректор Пермского педуниверситета, постоянно общается с молодежью. А как депутат законодательного собрания, участвует в принятии законов, чтобы всем нам жилось лучше. Андрей Колесников. Андрей Константинович, скажите, что нужно делать, или может быть уже делается, чтобы сберечь и приумножить золотой запас молодых умов? Я тоже родился здесь и, разумеется, думаю об этом. Понятно, что вот тот запас, о котором вы говорите, может быть самый ценный ресурс, который есть в обществе. И здесь есть два подхода к сбережению этих умов. Один – это некие элементы крепостного права с разным распределением, закреплением, договорами и так далее. Второй – это более цивилизованный там, где свободный выбор свободного человека является главной ценностью. То есть уезжают и пусть уезжают? Нет, для того, чтобы лучшие оставались здесь, мы должны дать им перспективы, мы должны дать им хорошее образование и уверенность, или, по крайней мере, иллюзию уверенности в их успехе. Как? Если регион бурно развивается, если промышленность, новые технологии востребованы и процветают, сюда невольно приезжают самые интересные и умные люди, родившиеся здесь и со стороны. Если регион живет традиционным укладом, если новые технологии, новые возможности далеко от него, молодые люди всегда будут уезжать. На самом деле, в Пермском крае довольно много делается в последние годы для привлечения талантливой молодежи. А что вот конкретно делается? Ну, например, Пермский край был первым, кто стал платить стипендию студентам, набравшим по итогам единого государственного экзамена 225 и более баллов. Ну, то есть, чтобы они не уезжали в вузы других регионов. Ну, понятная политика. И, наоборот, приезжали сюда платить не только нашим, но и всем, кто приедет. Вообще, это одна страна. Наши и не наши. Ну, хорошо, вот они приехали, мы их выучили, и они уехали туда, где лучше, где есть, где жить. Мы им должны что-то предложить. Мне кажется, что, обсуждая этот вопрос, мы очень часто застреваем на проблеме их жизнеустройства на всю жизнь. На самом деле, современный мир намного более динамичный. Люди приезжают на семестр, на несколько лет, на какой-то проект, обогащая всю территорию. Мне кажется, что, скажем, глядя на зарубежный опыт, наличие неких квартир, которые могли бы снимать предприятия, снимать приезжающие специалисты на какой-то период. Ну, то есть, некое служебное жилье, за которое сам специалист не платит. Это намного более эффективная форма, чем разговоры о льготной ипотеке, скажем. А вообще, возможности такие есть? У нас в крае. Вот как депутат, скажите мне, вообще реально вот это сделать? Если этим серьезно заниматься, да, это не так дорого. Но нам крайне не хватает вот такого же, например, жилья, чтобы пригласить на семестр или на два интересного профессора из другого университета. Так же вот весь университетский мир. Для нас эта вещь пока невозможная. Поэтому наличие такого жилья, которое мог бы арендовать университет, предприятие, приглашая своих специалистов, вот такой жилой фонд, это очень украсило бы нашу территорию. Спасибо большое. Ну, как депутат, кстати, вот идея вам подать своим коллегам, может быть, какой-то закон. Спасибо огромное. Спасибо огромное за ваше интересное предложение. Спасибо. Спасибо. Люди по природе умеют жалеть и сочувствовать, а вот порадоваться за других с этим почему-то сложнее. Лично меня такие личные новости трогают куда сильнее, чем судьбы мира. Компания «Лукойл Перм» в седьмой раз признана лучшей организацией среди всех предприятий «Лукойла». Присоединяюсь к поздравлениям. А ведь это все наши люди, может, даже соседи. «Лукойл Перм» уже в седьмой раз признают лучшим нефтегазодобывающим предприятием нефтяной компании «Лукойл». А электрогазосварщик Пермской организации Сергей Жуков признан лучшим в ежегодном конкурсе «Лучшие работники и организации группы «Лукойл». Сергей Жуйков оказался в числе 67 работников организации группы «Лукойл», представляющих разные направления и географию деятельности компании. Почти 20 лет он трудится на разных должностях в структуре лукойловских предприятий в Прикамье. За это время неоднократно был отмечен благодарностями, почетными грамотами, занесен на доску почета. Я хочу поздравить и работников, которые приехали из многих регионов в этот зал, чтобы мы все вместе отдали дань уважения им за то, что они стали лучшими по итогам 2014 года. Я надеюсь, что они и выдержат этот статус в 2015-2016 году. И те наши трудовые коллективы, которые своим трудом доказали, что они в своих отраслях сегодня лучшие. Сильное, яркое и неуловимое чувство. Ему трудно дать определение, но зато можно его измерить. Оно не подчиняется нашей воле, но мы можем создать условия для его появления. Я про вдохновение. Виды, от которых захватывает дух, совсем рядом. Как превратить в райский сад собственный дачный участок, расскажет Полина Рифа. Сегодня мы на такой даче, при первом взгляде на которую возникает полное ощущение, как будто ты в ботаническом саду. Такое здесь цветочное разнообразие. Но, пожалуй, самой главной особенностью дачи являются ее клематисы. Цветы эти в основном произрастают на юге для нашего региона и очень характерны. Так вот, на этой даче их около 50 сортов. Клематисы по-королевски хороши, подкупают своей величественностью и разнообразием. Оттенков у разных сортов бесчисленное множество. От белоснежных до и сине-черных. А размер самого цветка порой достигает диаметра немаленькой тарелки. Поскольку клематис относится к лианообразным, он ловко оплетает шпалеры и арки, придавая им затейливый вид. Хозяйка дачи признается, цветы – ее страсть. И от одного взгляда на растение переживает, как будто второе рождение. Если бы этого сада не было, я бы, наверное, уже давно лежала. А он не дает мне это делать. Он заставляет, он меня тянет сюда. И я с удовольствием сюда хожу. Я просто черпаю здесь силы себе. Хороши клематисы еще и тем, что цветут до глубокой осени. А чего только стоят их названия? Жозефина – снежная королева. Львиное сердце. Гулливер – сплошная лирика. А начиналось все очень скромно и почти случайно. Хозяева дачи обосновались здесь в 70-х годах прошлого столетия. А вот клематисами занялись гораздо позднее. Как известно, в Советском Союзе с цветочным многообразием было вообще-то не густо. Все обходились гладиолосами и астрами. Так вот, в 80-х годах Ирина Семеновна в Прибалтике обнаружила свои первые клематисы. Можно сказать, оттуда все и началось. Зато теперь на дачу к Ирине Семеновне приходят друзья и знакомые, как в Дендрариум, на экскурсию. И всем хочется завести клематисы, а заодно и дачу. Главное – не ждать от лианы производственных успехов прямо здесь и сейчас. Как минимум первые года три все ее силы уходят на наращивание корневой системы и образование почек. И на зиму теплолюбивая Лиана любит укрыться потеплее. Соблюдая эти нехитрые правила, дачник легко превращает приусадебный участок в свой личный цветущий Эдем. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Как известно, чтобы тебя полюбили другие, нужно для начала самому полюбить себя. Не каждый турист долетит до Берми, а ведь у нас есть на что посмотреть, да и люди душевные, ведь правда. Так что нам мешает стать чуть наряднее и создать элементарные условия для наших гостей? Хлеб-соль – дело, конечно, хорошее, но ведь и руки надо где-то помыть. Ровно через неделю, в пятницу, в это же время мы сделаем вам еще одно интересное предложение. Ну а сегодняшний вечер только начинается вперед в прошлое, сразу после вечернего вестника «Какие наши годы». Открываем окно из 2015-го в 72-й. Оставайтесь, будет душевно. И, конечно же, хороших и, самое главное, спокойных выходных. Выходные в Перми будут дождливыми. Погода облачная с небольшими прояснениями. Температура воздуха плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, ветер западный 3-4 метра в секунду.